Здравствуйте! Финансовый холдинг Анканеста, Швейцария. У меня такой вопрос, господа Черниговская. Значит, вот Виламов с Меллендорфом, по-моему, говорил о ассоциативной интуиции. Вот дети с детского возраста, есть определенные ассоциации, которые потом превращаются в более интуитивную силу, которая впоследствии, вот впоследствии, она уже дает какой-то толчок к объяснению окружающего мира, чтобы создать комфорт. Вот страх, на ваш взгляд, он толкает человека к созданию этого комфорта, то есть объяснению окружающего мира, чтобы легче там жить. Как вы думаете, не состоит ли именно этот фактор внутри вот того, чего мы очень опасаемся? Ну, к примеру, вот, ну, я, конечно, не хочу никого, в общем-то, не дай бог, Герман Оскаровичу что-то сказать, но, например, я смотрю на эмблему Гайдаровского форума, такое ощущение, там написано «Греф», фамилия. Вы поймите меня правильно, я тысячу извинений, не дай бог, я ничего не имею против, очень уважаю. Это ровно про то, про что я говорила, все в голове, я смотрю. Вот я о чем, нет, ну, если немножечко так в сторону перейти от смешного, вот именно желание создать комфорт, то есть математически объяснить то, что рядом с тобой. Вот, как вам кажется, может быть, все это все-таки от первородного греха, который нам всучил страх в сердце от того, что мы можем что-то потерять, и мы не можем объяснить это? Как вы думаете? Ну, я, так сказать, скромный, скажем так, бывший ученый, поэтому меня очень заинтересовало то, что вы сказали. Прошу прощения, спасибо большое. Да, я могу сказать, что Еву я всегда недолюбливала. Но насчет страха и всего этого, вы знаете, вот когда я, может быть, сбоку подойду, вот когда нам говорят, мы живем в мире, в котором сплошной стресс, мы не можем справиться с этим, это такой тяжелый, опасный мир, а он когда-нибудь был не тяжелый и не опасный. Представьте себе на одну секунду, что вы находитесь в джунглях, у вас уже нет шерсти, перьев, когтей и зубов, вы голый, да, вокруг вообще черт знает что творится, опасные звери, опасные соплеменники и не соплеменники. Вот мы раньше, например, думали, что неандертальцы исчезли, а потом мы такие красавцы появились, а было значительное время, когда жило много разных хомо. Можете себе представить картиночку? Представьте себе, что у вас дома кошка, не вполне кошка, уже почти кошка, и там страшное дело. То есть это всегда было. Но я все-таки не думаю, что только страх, потому что все-таки наши главные цивилизационные достижения, типа тех, которые я показывала, великие картины, великая музыка, великая математика и так далее, они с этим не связаны. Это какое-то есть внутреннее горение такое, которое ты делаешь, несмотря ни на что. Даже несмотря, ну, некоторых на кострах жгли, как мы знаем. Да, но я имею в виду, что есть вещи, которые переигрывают страх. А вот то, что сейчас, я совсем не хочу в политику уходить, потому что от нее уж совсем тоска берет. Но посмотрите, какую огромную роль стали играть философские, религиозные, нравственные, разных культур, установки. Они же вам загубят вообще, какую хочешь цивилизацию. Из-за идеи просто. То есть носить мне юбку или не носить, носить хиджаб или носить. Можно уложить целые страны на эту тему. То есть это говорит о том, что время рефлексии для нас все-таки, ну, оно просто, оно уже здесь. Надо сесть и подумать. Мы куда несемся-то вообще? Как бы хватит, что ли, мы себе сказали, тогда правильно двигаемся. То есть я не думаю, что только страх. Потому что история человечества все-таки говорит нам о том, что люди готовы идти на смерти, даже на мучения, на всякие, ради высокой цели. По их мнению или не по их мнению, но ради цели какой-то. То есть это сильнее жизни. Вот Лотман, которого я страшно любила и восхищалась им, он в одной из своих передач, спасибо эстонскому, таллиннскому телевидению, что она в свое время записала беседы о ровской культуре. Вот, кстати, очень советую, кто не смотрел, найти в сети и посмотреть. И он там, когда говорит про декабристов и про эту эпоху, он говорит, честь сильнее жизни, сильнее смерти, честь сильнее смерти, честь важнее. То есть бесчестье хуже, чем погибнуть. Это же важные вещи, это говорят люди высочайшего уровня. Мы не можем, ну мы же не механизм, понимаете, если мы живем, вообще у меня есть один любимый предмет во Вселенной, я вам могу сказать, как его зовут. Его зовут стиральная машина. Нет ничего лучше стиральной машины, но если мы, то есть если она исчезнет, я отказываюсь продолжать существование на этой планете. Но я имею в виду, что если мы готовы, чтобы наша цивилизация состояла только все более, из более и более хороших стиральных машин, мясорубок там и прочих предметов, пусть и более высокого ранга, ну значит мы такие. В конце концов, ну кем решил стать, тем и стал. Ты себе какую планку ставишь? Мы кто? Мы эти, у которых рука. Вот тут была передача на днях, у вас сейчас в Москве есть очень интересная выставка авангардного первой половины 20 века рисовальщика и архитектора Якова Чернихова. Вот. И он рисовал вещи, он потрясающий какой-то рисовальщик был, судя по всему. Он, у него была вещь, которая мне непонятна. Он брал лист бумаги и рисовал по нему, начиная вот от этого угла, ну если с вашей стороны, то наоборот, от этого угла вниз всю картину. То есть это значит, об этом надо подумать, это значит, что у него в голове была эта картина в деталях прорисованная. Обычно это как вот композицию там человек сделает тут, тут. И это называется умная рука. Мозг рисует, не рука. Мозг рисует. Микеланджело видел тот кусок мрамора, из которого он сделает эту скульптуру. Он даже слышал ее. То есть он прослушал, нет ли там пустот каких-то еще. Понимаете, как это делается? Компьютер такие вещи не делает. Это нанюх все. Я думаю, что самое ценное, что у нас есть, это вот как раз нанюх. Вот это вот, это способность к таким прорывам, какие-то нежидные вещи. Ничего не понимаешь, шел по полю, увидел какую-то бабочку. Думаю, батюшки святые. Причем это не про бабочку. Батюшки святые, это про химию. А бабочка, она что-то включила. Это же страшная... Мы здесь будем вечно сидеть. Давайте я вам одну вещь только скажу. Знаете ли вы про то, что когда Эйнштейн в лучший мир отошел, то был украден его мозг. Вот за что люблю ученых. Украли мозг. Но, к счастью, они его поместили... Он лежал в банке, в правильном, а именно в формалине. Вот. И поскольку он некоторое время назад, значит, на свет выплыл, то его анализировали. Это само по себе очень интересно. У Шекспира... У Эйнштейна был очень интересный мозг. У него, например, было очень большой плотности и размера, я бы даже сказала, так называемое корпус колозом, или по-русски несимпатичное название, мозолистое тело. Это такая штука, которая соединяет правое и левое полушария головного мозга. Это о чем говорит? Это говорит о том, что у него... Вот я примитивно, если говорить, что у него ассоциативное поле было гораздо шире. Я думаю, поэтому он играл на скрипке. Он включался в другую работу. Не в ту, которая 5 плюс 6, разделенная на 184 и возведенная в шестую степень. Там нет, не про это. А мы там порыщем, порыщем и, глядишь, найдем. Вот это другой ход совсем. Интересно, когда такой ход у музыкантов или художников... Так мы от них другого не ждем. Ну, как бы это понятно, это их территория. Но когда такой ход у ученых, у таких из hard science, так сказать, у серьезной науки... Вот, скажем, у Менделеева была... Помимо того, что он придумал нам водку, за что ему большое спасибо, разумеется, он еще... у него было хобби. Он же шил чемоданы. Вы можете представить? Ну вот зачем он шил чемоданы? Ну ведь это же... Ну это придумать только надо. Ну кто из вас чемоданы делает? Хобби такое было. Я думаю, что что-то в этом было занятие, которое его вводило в какое-то состояние правильное, в котором вот эти процессы шли. Это не просто так все. Я не верю в такие совсем уж случайности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова